Дорогие любимые, здравствуйте, мои золотые! Так, сейчас я опишу название эфира. Всех приветствую! Сейчас, пишу-пишу, пишу-пишу! А, здравствуйте, мои любимые, дорогие, замечательные, прекрасные, самые лучшие, самые восхитительные, как меня видно, как меня слышно. Так, 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 что-то я тут свечусь. Здравствуйте, 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 присоединяйтесь. Не знаю, есть ли тут люди, которые меня первый раз видят, вряд ли, но на всякий случай, для тех, кто, может быть, меня первый раз видит, и для тех, кто, может быть, иногда забывает, как меня зовут, я Юлия Хадарцева, я психолог, расстановщик, энерготерапевт, и я являюсь специалистом в области ценности себя, богатства и престижа, но сегодня мы будем говорить, наверное, больше о ценности себя. И многие из вас знают, что у меня в ближайшее время запускается марафон, который называется «Тело к лету». И, с одной стороны, марафон, он просто, там, психологию стройности, про стройность, про здоровое, красивое тело, но на самом деле марафон про ценность себя и принятие себя, своего тела, любовь к своему телу. Потому что, знаете, когда вы любите свое тело, когда вы любите себя, вряд ли вы будете себя кормить какими-то булками, вряд ли вы будете подставлять себя под какие-то, там, токсичные отношения, какую-то токсичную природу, вряд ли вы не будете тренировать свое тело. Поэтому глобально, да, марафон, он про такое базовое отношение к себе и базовую любовь к себе. Сегодняшний эфир называется, внизу вы можете увидеть тему эфира, сегодня тема эфира, прямой эфир «Пять шагов к красивому и здоровому телу». Мы сегодня будем говорить с вами о «Пяти шагах к красивому и здоровому телу». Почему я решила провести этот эфир? Потому что уже послезавтра начинается мой марафон, и я очень хочу вас всех на него позвать. Мой марафон, который называется «Тело к лету». Я скажу про себя. Давайте несколько слов расскажу про себя. Я редко это рассказываю, редко об этом говорю. На самом деле, мое отношение с едой, оно было очень таким странным, разным и удивительным. Многие из вас знают, да, что я жила действительно, ну, не в очень богатой семье, можно сказать, в бедной семье. И я не могу сказать, что мы там питались, у нас там прям голодные годы были. Еда была, но еда была такого неразнообразной. Я жила в Осетии, в городе Владикавказье, и там мое детство приходилось на Чечен-Ингушскую войну, у нас было время войны. Ну, то есть реально, когда на улице стреляли, и базового изобилия. Но я думаю, что вы многие, кто там со мной одногодки, да, там я 81-го года рождения, вы, может быть, многие помнят, что особо изобилие такого, как сейчас, ну, в магазинах не было. Я думаю, вы это все помните и знаете. Ну, там базового изобилия такого прям активного, его не было в магазинах. И важно понимать, что я тоже там особо изобилием, там не отличалась еда в моей жизни. То есть, ну, глобально, что мы там ели? Мы там ели макароны, в лучшем случае печенье, пили молоко. Вот это вот такая базовая еда. И вот сейчас я уже, когда там глубоко разбираюсь в питании, я понимаю, ну, что это было такое нездоровое питание. Я помню, как мы в школе бегали за какими-то бубликами. Я очень хорошо помню свою историю, когда... Я думаю, многие помнят, это были времена, когда был хлеб под талоном, были такие карточки голубенькие. Я не знаю, интересно, они по всей России были, но я вот очень хорошо помню, такая была книжка для талонов, и реально хлеб под талоном был. Я помню, как, чтобы купить курицу, надо было стоять в магазинах очень долго. И, конечно, когда тебе еда в детстве доставалась таким достаточно тяжелым образом, сложным образом, да, там, за курицей в холодильник, в озере для отстой хлеб там по талонам, молоко по талонам, ты, конечно, к еде относишься как к очень большой ценности. А то, что мы... То, к чему мы относимся как к ценности, и то, чего нам очень сильно не хватает, оно для нас становится очень важным. Я очень хорошо помню времена, у меня тетя моя родная, ну, не родная, бабушкиная сестра, родная работала в Газпроме, жила в Краснодаре. И я помню, как мы к ней приезжали, и у нее были эти безумные, безумные сгущенки, банки сгущенки, у нее была вкусная еда. И я вот очень хорошо помню, как я объедалась, вот я маленькая была, мне 5, 6, 7, 8 лет, я прям объедалась до тошноты, у меня в этом рвало потом, рвало прям, знаете, от того, что я ела жирную еду такую, которой дома не было. И у меня такая, знаете, у меня была рыба, осетры, это было что-то такое безумное, безумное для меня. Знаете, то есть, скажу вам так, я лично росла во времена, когда еды реально не хватало, была нехватка еды, нехватка. И потом уже, когда с возрастом это все начало там ко мне приходить, я помню, там опять же времена, когда мне 20, 18 лет исполнилось, когда я начала работать в крупных корпорациях, и эти были первые магазины магнит в Краснодарском крае, вот этот, как сейчас помню, этот йогурт клубничный и малиновый, я объедалась этого. Я ела столько, чтобы вот, знаете, вот для меня еда и вот, наверное, количество денег, еда и вот такая вот элитность, она была очень сильно слеплена. То есть, для меня еда и элитность, это была прям такая очень-очень серьезная слепка для меня лично. Почему, да? Потому что, ну вот мы там жили в этой Осетии, я очень хорошо помню, знаете, опять же, почему я про войну говорю, нас там на военном, к военным присылали мешки, такой пюре, не пюре, а порошок для приготовления пюре, картошки, то есть, порошковая картошка. И я помню, что мы эту картошку и с яйцами, и с какими-то луком пережаривали, мы эту картошку ели днями, иначе, вот это пюре, прям у нас в кладовке, я помню, во Владикавказе стоял мешок, я такая, 3 ложки этой штуки водой разводишь, и ты, значит, это ешь. Я помню, что у меня на этой картошке я до сих пор картошку ненавижу просто. То есть, я сейчас картошку, в принципе, не ем, на пюре я прям смотреть не могу, потому что где-то 2 года в моей жизни у меня картошка на зазрак, картошка на обед, картошка на ужин, пюре, пирожки с картошкой, картошка с яйцами, картошка с луком, просто картошка, картошка с водой, и это была даже не жареная картошка кусочками, это было пюре. И вот я однозначно понимаю, что с самого моего детства у меня вот эта вот такая базовая травма, базовая слепка элитности, потому что, опять же, повторюсь, когда мы ездили в Краснодарский край к моей тёте, которая работала в Газпроме, которая тогда был водителем на Волге, у неё было очень много вкусной, я не скажу, что здоровой, но очень много было вкусной еды, сгущёночка, сырочек, я вот говорю, для меня это прям такая была слепка, первые свои деньги, которые там приходили ко мне, вот уже когда я начала жить осознанную жизнь, я всё время тратила на еду, на еду, на еду. И может кто-то из вас попал на период, когда я выкладывала фотографии, я реально была на 10 кг больше, чем сейчас, я много занималась спортом, я была такая же активная, но я прям ела, потому что для меня это было связано с такой, знаете, с какой-то элитностью, для меня это был тот, кто работает в Газпроме, может позволить себе много вкусной еды, вот, и вот это очень важно понимать, потом у меня был период, лично у меня период вегетарианства, я вообще отказалась от МИАСа, я вообще отказалась, что с голосом, ну вообще у меня голос в принципе такой, ага, ну такой голос у меня в принципе такой вот, не тоненький, он у меня такой вот очень харизматичный, ну немножко что-то сложно, да, правда говорить, но я вот вам правда говорю, да, тема нелёгкая, тема тяжело проговариваемая, для меня в том числе, вот, поэтому немножечко, может быть, подхрипываю, да, может быть, в том числе подхрипываю, и когда я начала работать с вот этими всеми установками, связанные с едой, да, вы многие знаете, кто со мной давно, я сама голодаю раз в неделю, я сама изучаю еду, я сама изучаю там все правила еды, я очень много разных путей сама прошла, у меня был период, когда я была вегетарианкой, был период, когда я голодала по 12 дней, по 14 дней, был такой период у меня в жизни, да, потому что, может быть, многие из вас помнят эти безумные книги Малахова, когда мы по Малахову все голодали, Поль Брек, мы по ним голодали, это были времена, когда-то там возраст, я помню, школу я заканчивала, это 15, 16, 17 лет, мы прям там голодали, 12 дней у меня даже было однажды голодание, расскажи про голодовку, ну, я из июля, вот сегодняшний июль, которая прошла очень большой опыт с питанием, огромный опыт с питанием, я могу сказать, что я против длительных голоданий, я однозначно за однодневные голодания, это супер, это реально про омоложение, про здоровый образ жизни, про все остальное, длительные голодания, я считаю, что они вредны, потому что организм потом психологически все равно набивается, 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 да, мы часто голодаем, вот, длительно из внутреннего родителя, и к себе относимся, как к внутреннему ребенку, а внутренний ребенок, знаете, дайте ему волю, если ему запрещали iPad 12 дней, он потом, если дорвался, он потом не остановится, он потом еще 25 дней будет его смотреть, это приблизительно так, если вы решили длительно голодать, там должно быть очень-очень серьезная осознанность, очень серьезная осознанность, вот, вот, на дневных голоданиях, намного больше ресурсов, намного больше силы, намного больше молодости, намного больше здоровья, если так уж говорить, это знаете как, если вы голодаете 12 дней, вы такие раздулись, сначала наелись, потом сдулись, потом опять раздулись, и тут растяжки, выпадают зубы, там вот эти вот лицо начинает растяжками цвета не так сколько мы вам лет если не секрет не секрет мне в октябре будет 39 лет сейчас мне 38 лет какая вы умничка и тоже голодать раз неделю до или как отказать себя от плохой еды в макдональдсе пожалуйста послезавтра вас все руду на марафоне тело к лету вы просто поймете вы знаете я по себе скажу наступает какой-то момент когда ты просто не хочешь эту еду вот смотрите у нас сегодня эфир называется 5 шагов красивому второму телу давайте прям я так начну отвечать на ваш вопрос и говорить первый шаг к здоровому и красивому hears а нельзя себе запрещать когда вы начинаете себе запрещать первый шаг здоровому и красивому телу перестать жить позиции взрослых ребенок что происходит с вами когда бы начинать вопрос как запретить себе есть еду из макдональдс когда вы начинаете это делать психологической точки зрения у вас есть взрослый вас то есть вы такая взрослая тетка 39 лет своей маленькой внутренней девочки говорите ты нельзя есть еду в макдональдсе понимаете вы начинаете себе запрещать и ваша маленькая девочка она чё делает как вот макар знаете макар мой сын я ему запрещаю есть эту могу как только на горизонте появляется бабушка он сразу бабушку доведет в макдональдс то же самое с вами вы себе чем больше вы себе запрещаете тем больше внутренний ребенок этого хочет понимаете чем больше вы себе запрещаете тем больше вы хотите тогда начинаются эти срывы а срыв это какое-то безумие срыв это когда вы идете и быстро наедаетесь и вам это потом плохо поэтому первое правило и красивого и здорового тела нельзя себе запрещать что такое здесь должен быть внутренний осознанный выбор то есть также как и с ребенком не нужно запрещать себе не есть нужно сесть ребенком и поговорить как я разговариваю со своим ребенком макар ты понимаешь что от этого это будет болеть живот от этого у тебя могут почернеть зубы от этого у тебя посекутся волосы ты пойми что от этой картошки free из макдональдса до девочки просто макдональдс у вас появятся прыщи купероз на коже вы поймите у вас появится неприятный запах изо рта вы поймите у вас появятся грибки внутри начнется молочница вопрос не в том что нельзя это есть вы внутренне организмом почувствуете как это вредно для организма вы почувствуете какое влияние она на вас оказывает и здесь важно не заставить себя не есть здесь важно понять вашему внутреннему ребенку что это причинит вред вашему же организму и вам же будет плохо понимать левую руку почему-то чешется когда осознаете что здоровая еда то что мы обязаны дать своему организму вы самое самое лучше люблю люблю спасибо понимаете вот первый шаг он действительно такой вам нужно принять и признать что ваш организм это что-то очень ценное и когда вы начинаете себя цените любить вряд ли вы захотите в него кидать отраву вряд ли вы захотите в него класть то что потом начнут засорять его поры что даст возможность гнить вашим зубам гнить вашему желудку делать будет неприятный запах где у вас будет неприятные выделения где у вас будет прыщавая кожа понимаете и тогда я поняла супер скажите а по поводу курения на марафоне будет тема подниматься я что же это что же тело женщика ты со своим курением но смотрите мы на марафоне обязательно отработаем очень серьезные блоки курения это как правило тоже зависимость зависимость такая же как пищевая до пищевая зависимость она однозначно психологическая проблема где мы доедаем родители где мы доедаем любовь где мы доедаем какие-то там другие вещи да понимаете вот и первая причина по которой вы не можете пройти к своему красивому телу это постоянное желание вас самих себя заставить что-то делать так вот прекращайте себя заставлять не нужно через насилие в этой и не нужно важно внутренне пообщаться с самой собой внутренне признать что вы не хотите больше класть свой организм отравлю идите кулек поешьте вы же кулек не едите девочки будете съешьте кулек я не знаю вон съесть бутылек ну вот возьмите съешьте вон пластиковую штуку вы же понимаете что все это не полезно вашему организму идите на земли поешьте идите поешьте асфальта что-то вы не едите это лишь понимать что если вы сидите асфальт иголку я не знаю что там еще там пластмассу вашему организму будет плохо вы же это понимаете точно так же и здесь поэтому очень важно чтобы вы понимали что вы это делаете не потому что вы заставляете свою взрослую часть не даете возможность вашей детской части а потому что вы реально не хотите это делать понимаете и это кушон чупа чуп съешьте кушон смайл мхк понимаете да то есть первый шаг я запрещаю вам сегодняшнего дня запрещать себе позволяйте себе и разговаривайте позволяйте себе разговаривайте да вопрос как правильно питаться да понятно что второй шаг здоровому красивому телу это здоровое и правильное питание и знаете на самом деле сейчас огромное количество информации по здоровому правильному питанию безумное количество информации если мы говорим про марафон тела клетки он даже особо не буду там об этом рассказывать ваш организм он интуитивно сам знает что ему хочется что нет у меня вот например бывают никогда я ем кашу по утрам варященную кашу смотреть не могу в одни вот сейчас у меня дни когда я люблю яйца я прям ем яйца в одни общины яйца смотреть не могу вот понятно что чтобы почувствовать свое тело нужно пройти достаточно серьезный опыт и вот кто у меня голодает раз в неделю вот вы уже начинаете лучше чувствовать до тела вы уже лучше соединены с ним и лучше прислушивайтесь к нему на самом деле есть понимание здорового питания здорового питания это все что связано с реальными продуктами в мире то есть как это грубо сказать то что меньше всего подвержены переработки ну то есть курица что-то в туалет подождите здравствуйте извините такой вопрос прям в эфире я знаю все за правильное питание питается фруктами овощами рыба хлебцы в общем стараюсь кушать правильную есть проблемы с хождением в туалет светочка смотри проблемы с хождением в туалет если вы едите реально овощи фрукты у вас не будет проблем у вас не будет никаких проблем наоборот вы поймите что мука конфеты сахар они у вас там жестко все делают вот голодающим вместе с вами пожалуйста пейте два литра воды обязательно девочки я после расстановки который был 23 февраля не хочу сладкого вообще не хочу курить вообще не знаю как это работает но это так просто не хочу ручка люблю тебя спасибо тебе да ну вот лиска плана росток у нас была расстановка лишний вес он там много перерабатывает там было очень много открытий но вот судя по расстановке вообще в принципе судя по всей жизни дорогие мои большая часть вашего переедания это конечно же психологии да и понятно что вы на этом марафоне многие уже наверно слышали будем большей частью 99 процентов это будут расстановки психология мое расстановочное поле мой канал и прочие вещи да и действительно вот лена говорит после одной расстановки иногда хочется вообще не можешь смотреть на еду вообще не хочешь на нее смотреть да потому что бывает он после одной разновки ты понимаешь что это бабушка которая умерла от голода все время ест это не ты открываешь холодильник и ешь то бабушка которая умерла от голода все время набивает себе желудок и она почему набиваете желудок картошкой потому что кроме картошки тогда ничего не было понимаете вот ведь сейчас давайте все-таки договорю потихоньку потом вернуть к вашим комментариям второе вторая второй шаг красивому и здоровому телу несомненно это здоровое питание здоровое питание здоровое питание оно очень связано с правильным подходом дорогие мои сожрать сожрать целый торт сожрать кучу конфет это вообще нездоровое питание и если говорить что будет на марафоне моя любимая алина крахмал это диетолог который известен на весь мир многие уже и узнаете это нутрициолог с известным именем она написала на меню она сделала меню приблизительное которое мы должны будем придерживаться в течение 14 дней у вас будет меню на каждый день и вы будете учиться питаться по нему вы таким образом приучите себя к правильному питанию кому питание которое нужно к питанию которая содержит правильное количество жиров белков и углеводов правильное количество фруктов овощей там вас не будет никаких этих как это называется запаров и прочих моментов восторг не будет никаких молочниц лат нибудь никого запаха изо рта будьте однозначно в правильном питании сюда Даже, я не знаю, у меня, конечно, больше шагов. Кто назвал эфир 5 шагов? У меня тут 55 шагов, как обычно. Ну, давайте, шаг номер 3. Я назвала эфир 5 шагов. Ладно, ладно. Шаг номер 3 – это, конечно, тренировки. Тренировки – это не обязательно, знаете, выкладываться в зале, как я это делаю. Я просто имею достаточно большой опыт в тренировках. У меня мышцы готовы много тренироваться. Для меня спорт – это важный ресурс. Если вы никогда не занимались, начните ходить, начните двигаться, начните ходить пешком по лестнице, начните базовые вещи делать. Вы в день подниметесь на 8 этаж, спуститесь 8 этажа. Вот вам уже тренировка. Вы в день вышли погулять, час погуляли. Вот вам уже тренировка. И на нашем марафоне у вас будет обязательно меню Аталины, у вас будет обязательно физическая нагрузка минимальная. Я вам завтра уже, кто получит первый урок, послезавтра. Послезавтра, кто получит первый урок, вы уже услышите, я вам там говорю, не менее 4 километров в день, не менее 8 этажей в день. И у вас будет правило, с вами вместе будут сотни людей ходить по лестнице, с вами вместе будут сотни людей ходить 4 километра. Я там даю вам 8 базовых упражнений, сама лично там показываю, приседаю и прочее. И вот если опять же обращаться к моему собственному опыту, я с детства занималась хореографией с 5 лет, я занималась очень много активных хореографий, я стояла на пуантах, 7 лет у меня базовой хореографии, если про фитнес говорить. И я бросила хореографию где-то в 11-12 лет, и у меня случился очень серьезный провал, и стала сразу очень толстой. Знаете, когда я занимаюсь 5-6 раз в неделю, хореография это не легкий вид спорта, не легкое искусство, не легкие танцы. И в 12 лет она была принимать решение, либо я бы уже шла в профессиональные, как балерины идут, либо бросать. Я в 12 лет бросила хореографию, вы не представляете, что у меня произошло. Я из тонкой девочки превратилась в огромного слона. У меня организм настолько был приучен заниматься, и когда я просто физически бросила нагрузки, я превратилась просто в жиртресткомбинат. Это было просто безумие. И здесь тоже очень важно это понимать, что физические нагрузки, они невероятно нужны. Физические нагрузки, они, что они делают? Они ускоряют метаболизм. У вас сердце бьется быстрее, у вас организм перерабатывает все продукты распада и прочего быстрее. Поэтому приучите себя, пожалуйста, заниматься спортом. Я хочу немножко здесь еще поговорить про привычки. 14 дней на нашем марафоне мы все вместе будем приучать себя к привычкам. Но привычка, это знаете, какая штука? В какой-то момент, когда вы там много дней делаете одно и то же, вы потом понимаете, что вы без этого не можете. Если вы сейчас осознаете свою жизнь, вы поймете, что ваша жизнь, она состоит из ваших базовых привычек. Вот когда мы начали голодать, диетолог нам присоединилась, у нас появилась привычка пить смузи. Я понимаю, что я сейчас не могу без смузи. И это уже не делаю я специально, потому что это для меня напряг делать по утрам смузи. Просто потому что это уже стало образом жизни. Важно любую привычку перевести в образ жизни. Для меня сейчас занятие спортом, это уже не то, что я занимаюсь спортом. Это просто образ жизни, понимаете? Для меня там сейчас протереть лицо льдом, это уже не то, что я льдом лицо протереть. Это просто образ жизни. Для меня вечером перед сном качнуть пресс, это уже не просто качнуть пресс, а образ жизни. И вы перестаете даже напрягаться, поэтому для вас это уже не привычка. И да, вы придете на марафон, и вам 14 дней, может быть, будет нелегко. Нелегко каждый день поднимать свои прекрасные ягодицы и чесать по 4 километра. Нелегко жить по меню, там, где вам говорят, полгрудки сварить, нарезать салат, конечно, нелегко, но через 14 дней вы поймете, что это стало вашей базовой привычкой, мы сейчас говорим про уровень личности, понимаете, это очень важно, так, всем привет, всем привет, так, вопросики читаю, девочки, да, у меня минус 3 килограмма, да, Леночка, вот Леночка, ты минус 3 килограмма была на расстановке лишний вес у нас, Следующая привычка, ой, следующий шаг к красивому и здоровому телу, шаг номер 4, однозначно это, есть такое понимание, которое называется вторичные выгоды от этой проблемы, очень часто лишний вес, некрасивое тело, рыхлая кожа, лень, которую вы называете лень, там, я не знаю, дряблость, неухоженность является вторичной выгодой, Что значит вторичная выгода? У вас появляется выгода в этом сидеть, то есть вам выгодно быть толстой, вам выгодно быть, там, неухоженной, вам выгодно быть старой, потому что, чё, я могу пожаловаться, меня могут пожалеть, потому что, если я толстая, у меня есть защита, потому что, если я толстая, я, там, могу, не знаю, больше съедать, да, например, потому что толстых больше любят, хорошего человека должно быть много, и там и по списку. В своей базе вы однозначно либо защищаетесь, либо от чего-то, либо хотите получить любовь. В своей базе все вещи, которые связаны с непривлекательным, некрасивым, нездоровым телом, это всегда вторичные выгоды. Если говорить про здоровье, что происходило в детстве? Родители не занимались своим ребенком, пока он не заболеет. Поэтому, если я больная, у меня там отваливается нога, гудит хвост, отваливаются уши. У меня идет ориентация на детство. Сейчас все меня полюбают и наконец-таки обратят на меня внимание. Тогда, что я делаю, болею? Если я толстая и некрасивая, я могу, наоборот, защищаться этим. Если я боюсь вступать в отношения, если мне лень чем-то заниматься, тогда я наберу себе 35 килограмм лишнего веса, буду лежать на диване, и тогда моя пенетрация из дивана будет очень хорошая, потому что на меня давят 35 килограмм веса, и тогда я практически влипла в этот диван, понимаете? И тогда мне не надо ходить на свидания и прочее, прочее. Сюда же относятся, когда я толстая, некрасивая, меня все равно никто не полюбит, хера мне вставать вообще заниматься спортом или вообще регистрироваться на тиндере, чтобы найти себе какого-нибудь классного мужика, понимаете? Вот эта тема вторичных выгод может быть сотни, две сотни, пять сотен вторичных выгод. Вторичные выгоды, например, могут срабатывать как защиты. Например, у вас бессознательная есть история, родовая история, где мужчина убил женщину, да, не знаю, ваша бабушка там упала, ваш дедушка избивал вашу бабушку, и вы это помните на уровне нейронов, и вы делаете все, чтобы не до бог не пришел никакой мужик в ваше пространство, не начал вас избивать. А чтобы никакой мужик не пришел ни до бог в мое пространство, что мне надо сделать? А, завести молочность, чтобы у меня оттуда все воняло, и я не могла с ним, не дай бог, заняться сексом, да? Ну, как защита срабатывает, понимаете? Б, что там еще может быть? Сделать попу себе все в целлюлите, чтобы не дай бог я не разделась, и он не увидел мои прекрасные ягодицы, понимаете? С, набрать себе столько лишнего веса, чтобы даже если он начал меня бить, да, избивать, я все равно смогла защититься. Это, немножко, одни из миллионов причин, почему так может быть, но это все вторичные выгоды ваши. И часто ваши вторичные выгоды, они вашему сознанию не поддаются. Это какие-то базовые истории. Я говорю, просто дедушка или прадедушка бил бабушку или прабабушку, и вы бессознательно это делаете, бессознательно организовываете себе там всякие циститы, хериты и прочую хрень, понимаете? Вот и все. Это тоже про здоровье, красоту и молодость. Это мы говорили про четвертую причину. У меня плохие отношения с мамой, примирения не вижу, все не сижу вес, все не сижу вес, все не снижу вес, наверное. Ну вот смотрите, я много раз уже говорила, я не планировала сегодня повторять, но давайте повторю. Мама это база, это будет второй урок, у нас второй урок у нас будет про маму с вами на марафоне тела к лету. Смотрите, что происходит. Вообще, еда это и есть мама. Почему? Потому что генетически ваши первые клеточки, самые базовые клеточки, ваша генетика, тогда я поняла, ваша генетика, она начинала формироваться там в животике у мамы, а там в животике у мамы вы начинали ее есть, понимаете? То есть ваша генетика, она напрямую связана с мамой. Ваше желание поесть, оно напрямую связано с мамой. 90% обжорств, 90% переедания это мама, 90% еды, которую вы хотите сожрать, вы хотите сожрать маму, потому что вы в ее животике сидели, кушали, потом ее грудью питались, понимаете? И если там было недостаточно, если мама испытывала стресс во время беременности, если она вас не докормила грудью, если мама вас была отвергающая, все там, дорогие мои, вы на самом деле едите не этот гребаный 80-й кусок торта, вы на самом деле пытаетесь сожрать свою мать. И это очень важно понимать. Базовая проблема лишнего веса – это мама. И знаете, что за бред? Вика, если вам бред, идите, пожалуйста, в другое место, где вы не будете говорить про бред. Ну как бы, пожалуйста, не надо мне такие вещи на эфире говорить. Я бред не бред, знаете, у меня достаточно опыта, достаточное количество расстановок. 7000 расстановок я в целой, в общей сложности провела, и как-то я знаю, где что. И мне нравится. На ракете на другую планету, до свидания, идите в другой эфир. И есть наш любимый Берт Хеллингер, любимая фраза Берта Хеллингера – это и любимая фраза Берта Хеллингера – если у человека есть живот, он в животе носит свою маму. У каждого, у кого есть живот, он в животе носит свою маму. Поэтому каждый раз, когда вы хотите съесть 8 килограмм пирожен, 8 килограмм тортиков, вы, конечно же, хотите сожрать свою маму. И здесь, по большому счету, важно это понимать. И что важно для этого делать? Да, вот Вика опять пишет «сожрать свою маму». В прямом и переносном смысле вы должны у мамы брать ресурс. Как это делать? А с помощью медитации, расстановок, понимания в нашем взрослом возрасте, понимания того, что вы маленькая, она большая, и что вы должны у нее брать энергию. Вы всегда должны к ней приходить и просить у нее о помощи. Брать у нее все, брать все, что возможно. Брать и набираться. И через медитации, практики, расстановки, идти в детство. И там доедать. Каждый раз, когда ты в очередной раз запихиваешь в себя очередную булку, очередной круассан, мы едой компенсируем любовь. Юлечка, да, это тоже так, но вот сейчас я прям хочу про маму поговорить. Каждый раз, когда ты неосознанно хватаешь 20-й пирожок, 30-й кусок крекера, 88-й кусок, я не знаю, молочка с пироженком. Если родители уже нет, сейчас отвечу, мои любимые. Вы должны четко понимать, вы опять тоскуете по матери, опять тоскуете по матери. Ну и наберите ей, вот в этот момент, когда вы берете пирожное, наберите ей, скажите, мамочка моя, мне так плохо. И опять собираюсь там переедать, можешь мне помочь? Я тревожусь. И вот если вы обратите внимание, 90% того, что вы едите, ничего страшного, ничего страшного. Я вообще это, бля, это очень хорошо, потому что я иногда тоже так хочу выразиться. Потому что я понимаю, дорогие мои, я очень понимаю, я говорю такие вещи, которые не очень легко переносить, не очень легко переносить. Но еще раз я вам скажу, я не просто человек, который тут будет вам рассказывать, как корабли бороздят просторы. И марафон тела к лету, он не будет опять таким, как корабли бороздят просторы. Он будет достаточно откровенный, жесткий, вы реально будете попадать в свое детство, вы реально будете попадать туда, в момент, когда вы были у мамы в животе, и там ее сосали. Понимаете, в тот момент, когда вы брали мамину грудь, и там ее ели. Понимаете, что каждый у вас дает мягенький тортик, который вы любите, с суфлешечкой. Каждая ваша печенька, размоченная в молочке, размоченная в молочке, это тоска по маминой груди, по маминому молочку, такому тепленькому, такому сладенькому, понимаете? Это та тоска по маме, и вы хотите съесть свою маму, понимаете? Так возьмите и съешьте ее сейчас. Сейчас, здесь, в этой точке, станьте ниже нее. Хватит ей рассказывать, как ей жить. Начните спускаться вниз и говорить, мамочка, мне так плохо, дай мне своей энергии. И начните просто тащить эту энергию на себя. Просто станьте вампиром для своей мамы. Как бы это ужасно ни звучало, да, как там говорят, «Сожрите свою мать», серьезно. Потому что, когда вы ели свою мать в ее животе, потому что, когда вы ели свою мать, когда она вас кормила грудью, маме, знаете, как было хорошо? Самое большое счастье для матери, когда она может что-то дать ребенку, когда она может отдать всю себя ребенку, осчастливьте ее этим, да? И вот это тоже очень важно понимать. Четвертый шаг. Четвертый шаг – признать и принять, что вы ели маму, и вам надо продолжать это делать. Если мамы нет в живых, а если мамы нет в теле, тогда через медитацию. Знаете, главное, что вы сейчас даже это понимаете, вот сейчас на эфире, вы начинаете это понимать, и у вас меняется угол наклона. Вы отсюда, где вы давали маме, переходите сюда. И это важно осознать. Вот я больше, чем уверена, сегодня после эфира, когда вы будете смотреть на эту булку, на это пирожное, на это, не знаю, печенье, которое хотите мокнуть в молоко, вы будете понимать, что вы сейчас на самом деле видите не пироженка, вы видите мамочку. Мамочку, и вы будете понимать, что это подмена. Нету в сладости мамы. Нету в сладости мамы, понимаете? Сладости мамы, давайте. Давайте мы сделаем мини-расстановку. Назначьте сладости и мама, и соедините это. И признайте, что для вас сладости мамы – это одно и то же. Это на уровне кормления грудью, это на уровне, когда вы были у неё в животе, потому что, когда вы ели грудь, для вас было сладенько и вкусно. И у вас это есть. Вот сегодняшние сладости и мама. И давайте повторим за мной. Я признаю связь между сладостью и мамой. И я признаю травматичную природу этой связи в своей жизни, в роду во всех поколениях и во всех моих кармических воплощениях. И сегодня я понимаю, что я ем сладости, и это не моя мама. А моя мама – это вообще никакие не сладости. И сегодня я понимаю, что если я ем сладости, я не наполняюсь мамой. Сегодня я понимаю, что мама и сладкая еда – это две разные вещи. И сегодня я разрываю эту связь в своей системе навсегда. И вы разводите руки, и посмотрите – это сладости, а это мама. И это разные вещи. И уберите сладости в сторону. И положите маму в своё сердце. И мама внутри вас. Мама в каждой вашей клеточке. Вам не нужны никакие медитации, дорогие мои. В каждом вашем ноготочке ваша мама, в каждой вашей ресничке, в каждой вашей щёчке, в каждом вашем волоське мама. Она внутри вас. И для того, чтобы напитаться мамой, вам не нужно, чтобы она была жива. Вам ничего не нужно. Она внутри вас. Вот и всё. И вам тогда не нужны никакие сладости. Потому что генетически, дорогие мои сладости, всякие тортики, мортики, это искусственно выведенный продукт. Человеку не нужны искусственно выведенные продукты, понимаете? И человеку не нужно это. В своей базе человек привык есть здоровую, нормальную еду. Просто на секунду представьте, сколько всего перерабатывается для производства того же сахара белого. Если бы мы просто ели сахарную свеклу, такую, как она в природе, не было бы этих безумных заводов по производству, понимаете? Экология была бы другой. Представьте, что если бы мы не ели эту безумную белую муку такими тоннами, не было бы всех этих заводов, понимаете? Да что там в конце концов, для того, чтобы прокормить одну корову, уходит столько пшеницы, сколько может есть один человек в течение пяти жизней, понимаете? И вы должны это очень четко понимать, что на самом деле обычному человеку много-то еды не нужно. Нам не нужны все эти безумные изъяны. У нас огромное количество психологических проблем, начиная с нашего детства. И да, я тоже нахожусь на этом пути. Я тоже вместе с вами буду проходить марафон тела к лету, потому что мне самой иногда хочется съесть, знаете, ни одну кашку, ни одну миску каши, опять, ну две, и добавочки всегда взять, да? Потому что в садике добавки не давали, а очень хотелось. Потому что дома не всегда эта добавка была, а очень хотелось. И я, это тоже моя тема с этими добавками. Я ем очень здоровую еду, но у меня бывает, что я там двумя кавычковыми оладьями не обхожусь, мне надо съесть 22, потому что добавку никто не давал в детстве. Потому что в этом грёбаном садике полстакана кефира, и всё. А я хотела стакан, а мне не давали, понимаете? И вот это очень важно понимать. Все эти аспекты очень важны в психологии. Дорогие мои, лишний вес никак не связан глобально с едой, с силой воли, ни с чем. Он напрямую связан с психологическими травмами и проблемами разного уровня. На уровне личности – это наше детство. На уровне родовой кармической истории – это все истории нашей кармы и рода. Да, все бесконечные истории про голод, про моры, про то, когда не было еды. И, конечно, ваша бабушка, которая сидит внутри вас, или ваша прошлая, предыдущая кармическая связь, конечно же, она очень, когда она видит, не знаю, эти тортики, которых в жизни никогда не было. Там, посмотрите, заходишь на прилавок с этими тортиками, все эти бабушки внутри нас, и дедушки, и наши кармические связи, говорят, надо есть! завтра война ничего не останется давай нажрёмся так чтобы когда наступит война мы могли жить долго хомяки эти щуки раздуваем понимаете вот важно конечно война не наступит и это еда никогда не закончится потому что мы реально может не в тему а сигареты тоже мама лариса там по-разному сигареты это такая тема надо во-первых когда мы сосём сигареты как сосок мамин понимаешь часто бывает такое что нам и говорят что вам сигаретах нравится если вам нравится сама тема затяжки это сосок скорее enemy опять поесть хочется но есть еще такая тема с зависимостью а если тебе хочется вот именно зависимость у тебя то есть мы на 7 психологический аспект то это тема спады потому что у нас все зависимости они с правителям противоположного пола большей частью на конкретный случай смотреть но сигареты можно и туда и туда отнести любые зависимости наркомания ital Athletic курения игромания сексомания это проблемы с противоположным с родителем противоположного пола как правило но сигареты так мама понимаете маму хочу или ты супер все что ты говоришь так откликать люблю вас девочки очень рада какой классный эфир в 90-е все надо 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 не доедали наверное знаешь что он сама это знаешь что не в 90-е а бабушки нашу доедали а войну вспомни вторую мировую 90 уже более-менее еда была ну хоть как-то что-то ели вот ну мы это понятно да как не доедали но если посмотреть на наши родовые истории там у них вообще жопа жопа на девочки осмоляю они там корни ели травы поэтому здесь вопрос в том что если мы чем глубже мы идем на наши предыдущие поколения тем больше жопа с едой было на самом деле тем больше голодомора было тем больше смерти от голода было да и мы часто едим потому что мы боимся умереть ну и давайте так пятый шаг красивому здоровому телу давайте пятый шаг это когда вы хотите попасть к эталону да вы очень часто берете себе кумира сотворить творите себя кумира и вы идете в это опять наказывая себя и вот если возвращаться к первому шагу я вам говорю нельзя наказывать себя это важно принять и признать себя такой какая вы есть чё за чё антагонист from осенья ошенья чё за чё 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 за чё я сегодня обращаю внимание на какие-то странные сообщения главное это идет лента и важно понимать что вы не должны сотворять себе кумира и сейчас всем кто на пути художника у меня сегодня голодаю теперь совсем не хочу кушать классно а сегодня пятница чуть-чё ты голодаешь пятницу мы не голодаем пятницу мы себе можем позволять наташенька четыре шла по пятницам смотрите когда вы сотворяете себе кумира вы люба сразу включилась либо этом этот лидер проекта путь художника на пути художника мы как раз таки говорим про зависть вот кумир и зависть это очень такие близкие вещи и часто вы сотворите себе кумира и наказывать себя за то что вы не соответствуете этому кумиру так вот важно к зависти кумирам относиться по другому поймите вы не можете завидовать тем людям это художник передает привет спасибо люблю тебя библию цитируешь не создай себе кумира наверно да наверно цитиру библию у меня в детстве по ней воспитывать билин первый раз зашла и так клёво что нашла вас яночка благодарю так значит вот про кумира давайте так когда у нас есть кумир мы обычно собой недовольны когда мы с кем-то с вами вечно нам что не так она все не так мы чё начинаем опять я взрослая наказываю себя маленькую опять какая-то не такая патите а критикую только вы начинаете себя критиковать у вас опять начинается мама нужно до нужно молчу опять пойду по сосу чё-нибудь дам печенька с молочком разомну мягенько вкусненько очень интересненько или или суфлешечку себе куплю мороженка птичьем молочко и прочую прочую херню вот так можно важно понять что вот эти вот кумиры которые у вас вы должны понимать что вы не можете завидовать тем людям которыми вы не можете стать вы же не завидуете не знаю там шахтером да хотя жеות 후�орода horny получают вы же не завидуйте кому-то мы не знаю не знаю там вот например я играть свое не буду WILLкир завидовать каким-то там стилистом потому что ну там стилистом я не стану я не буду завиду этому человеку который не знаю что там дома строят очень крутые ли проектируют у меня анечка деле на дизайн они меняienen хотя бы слышишь тут нет вот я вот и вообще не могу завидовать, потому что у меня дизайнер никакой. Слушайте, я вообще не знаю, кто меня... Вчера написал, что ты так одеваешься, не дизайнерский? Вон, что понимаешь, стилиста, наяву себе. Вот пойду уже четвертого со стилистом. То есть я стилистам завидовать не могу. Почему? Потому что у меня нет там темы. Но я могу завидовать тем людям, где я могу развиваться. И вы должны четко понять, зависть и кумиры для вас это то, где вы можете быть. Вы не будете завидовать тем людям, куда вы не можете попасть, понимаете? Поэтому только мы вы завидуете, скорее всего там ваша деятельность, там ваша Миссия, ваше предназначение, понимаете, да? И вот вы должны благодарить своих кумиров И тем, кому вы завидуете Потому что они вам показывают, где вы можете быть Вы завидуете только тем людям, где вы можете быть Понимаете? Где вы не можете быть Вы им не завидуете Это тоже очень важно понимать И завидовать не так, наказывая себя Я недостойна А завидовать, говорить, блин, я могу там оказаться Раз я завидую, значит, это моя тема Понимаете? Вы действительно меняете эту историю И прочее понимаете да так я сейчас пойду сыну и не может без сладкого почувствовала себя сейчас не очень алёночка дай ему любви побольше скажи может от его просто так любишь и все привет переходи на мой канал сейчас сколько языков вы знаете какие-то вопросы странные тут русский вопрос все странные знаете типа сколько языков я знаю язык любви знаю вопрос не по теме ребят не буду вопросы не хотели поднимать вот есть вопрос как начать голодать у нас есть клуб не клуб а этот клуб раз richtig тоже есть вступайте в клуб тоже 1 звалу нас куда тоже есть классно много разных тем обсуждаем за там закрытые эфиры мы там разбираем этом девочка разбираю в эфирах там на спикеры различные приходят про нейронные связи черная нас только рассказывала нас очень крутой клуб как мешать голодать после на everlasting из тупы не бесплатный чат по голоданию почитать отзывы и вы сразу все начнете. Там все правила по голоданию. Я голодаю по понедельникам на отношения сейчас. Люди некоторые, вот вчера многие голодали на деньги и учительство. Приходите к нам в чат, напишите в директ, вам вышли все подробности. Приходите. Сейчас просто не хочу на это тратить время, мои любимые. Так, я хочу посмотреть вопросы. Странно такие вопросы мне тут задают. Чем вы больше всего недовольны в своей работе? Я, ну честно, нехватка мне времени. Я понимаю, что это мой большой минус, потому что мне часто не хватает времени в сутках. Мне так много хочется успеть сделать, и они всегда успевают сделать то, какие у меня планы. План у меня вечно грандиозный, и мне не хватает. Про меня-то какую музыку ты слушаешь? Сегодня я иду на концерт Зиверт. Сегодня целый день слушаю Зиверт. Избыточное потребление от Кока-Колы. Это тоже сладость. Скорее всего, тоже мама. Кока-Кола тоже мама, скорее всего. Какие-то вопросы странные. Ты придерживаешься активного образа жизни или ленишься? Вы на меня подпишитесь и смотрите мои сторис, и вы сразу поймёте, что я придерживаюсь, а что нет. Понимаете? Ты вдохновение от дела, но не видишь смысла в этом деле. Это о чём? Что дальше не вижу смысла? Слушайте, как можно не видеть смысл от того, чем вы вдохновляетесь. Это вообще очень разные вещи. Таша, Маша. Маша, ты на эфире, скажи мне, ты о чём здесь говоришь? Девочки, если у вас есть вдохновение, больше ничего не нужно. Что значит, не вижу смысла? Ну вот я сейчас с большим вдохновением вам рассказываю. Какой смысл от этого? Я не знаю. Смысл вообще ни при чём. Главное, быть здоровым, счастливым, радостным. Люди мои любимые. Не забывайте, пожалуйста, вы находитесь на этой планете только ради себя, и вы живёте ради себя. И самое важное, чтобы вы были счастливы. Чтобы вы были счастливы, есть пять правил. Пять шагов к красивому здоровому телу. Заниматься спортом, любить себя, любить своё тело, есть здоровую еду, вытащить все психологические травмы и кайфовать от этого. Потому что вообще качество вашей жизни, оно напрямую зависит от той энергии, какая у вас есть. Вы кайфуете. Юля, а если кушать не хочется? Тихо-тихо. А аппетита нет совсем. Лень есть, но сил нет. Но я голодаю по четвергам. Со второго захода началась. Сейчас с десятой недели прошла. Благодарю. Так не хочется кушать и не кушать. Девочки, вот поверьте мне, энергия не в еде. Давайте с вами так вспомним. Новый год. Вы обожрались, в утром встать не можете. Любой день рождения вы обожрались, у вас энергии нет. Энергия не в еде. Энергия в здоровом образе жизни, в фитнес-тренировках, в воздухе, в счастье, энергии. Вспоминайте, когда вы не едите днями и вдохновлены любовью. Нету в еде энергии. Успокойтесь. И не ешь. Не хочется есть, и не ешь, дорогие мои. Ну что ж вы так это? Короче, даже вы просто не будете читать. Давайте, какие у вас есть вопросы. Так, что я хочу вам сказать? Что я хочу вам сказать? Теперь я хочу вам сказать, что я вас люблю. Во-вторых, я хочу вам сказать, что я не сохранила... Блин. Маш, ты на эфире? Девочки, скиньте мне этот сертификат на 70% скидку, пожалуйста. Я не сохранила себе. Чтобы я это быстро сделала. Простите, мои котя, вот очки я не сохранила. Кто на эфире из моих девочек? Девочки, есть кто на эфире? Ответьте мне, пожалуйста. Можете мне вот сертификат, который мы подготовили на 70% скидку сейчас ватсап срочно скинуть? Я быстренько сохраню. Я его просто что-то не сохранила. Прощу, прощение. Машуль, ты тут? Кто вы из моих? У меня, когда начинается чувство голода, чувствую душевную панику. Фатимочка, привет. Ой, Фатим, я соскучилась, сто лет не видел. Чувствую душевную панику. А если не наемся, то все, капец. Итог, полный желудок. Смотри, девочки мои, все так делают. У кого душевная паника, вы чувствуете, что надо поесть. Опять же, вы что хотите? Вы хотите близких людей рядом. Срочно звони маме. Срочно звони маме. Хорошо? Маша. Кто-нибудь скажите Маше. Сейчас я скажу. В тело к лету будет расстановка по еде, чтобы тоже не хотелось есть. Девочки, в тело к лету 14 дней, там будет все. А вы не слушали первую? А, вы еще не слушали первый урок. Там будет все, да. Там будут расстановки, медитации, практики. Там будет все. В теле к лету будет все, девочки. Ну, вот я вам скажу первый урок, что там будет. Я уже первый урок записала. Вы уже его получите послезавтра. Первый урок, например. Что там будет в первом уроке? Сейчас я вспомню. Ну, во-первых, у нас будет медитация про лишний вес. Мы будем с ним прощаться. Во-вторых, у нас будет медитация того тела, которое вы хотите. Девочки будут, там будут медитации. Я наверняка уверена, многие были на всех моих марафонах. Спасибо, Машуля. Я уверена, что вы были все... Многие были на всех моих марафонах. Многие были на всех моих практиках. Там будет много медитаций, много практик, много расстановок. Там будет все, девочки. Очень много. Сейчас, девочки, 2 секунды побудете. Сейчас я прям быстренько... Мне надо, знаете, что просто сделать? Сейчас я одну вещь должна... А, я тут. Все. Я не знаю, как это выглядит. Нет, Маш, ты не то скинула. Что будет на марафоне тела к лету? У нас будут медитации, практики, расстановочные упражнения. Будет очень много работы с родовой системой, с кармической системой. Много работы с мамой, с папой. Понятно, что каждый день вы будете получать меню разное. Понятно, что каждый день вы будете делать упражнения все вместе. Вы будете находиться в общем чате. У вас будут... Так, так, так. Смотрю, где вы у меня все. У вас будут... Ну, там правильное меню, которое Алина вам составила. У вас там будут упражнения. А если, наоборот, вес не могу набрать. Леночка, ты знаешь, я так тебе скажу. Смотри, марафон тела к лету, например, он рассчитан не только про похудение. Маш, такое задание есть. У Оли спроси, Маш. Я видела сама эту картинку, после него она куда-то вчера ее скинула. Там написано 24 часа только действует. Значит, что говорила, я забыла. Короче, вот понимаете, все будет. То есть, глобально вы точно проработаете все психологические аспекты. Ну, конечно, все, наверное, громко говорю. Максимальное количество психологических аспектов, которые может быть. Максимальное количество психологических аспектов, которые может быть. Обязательно проработаете. Понимаете, давайте задайте мне еще какие-нибудь... Какие у вас есть еще вопросы, девочки? Сегодня эфир «Пять шагов к красивому и здоровому телу». Улетаю в отпуск на месяц. Готовить там не буду. А как тогда быть? Ага. Ну, смотри, давай я хочешь скажу вам... Сейчас я вам скажу. Вот я прям открою питание, например, от Алины. Вот мы там... Какое питание, например, на день? Вот я вам сейчас перечитаю, что у нас тут. Например, день 7. Натощак 2 стакана воды. Завтрак 6 до 8 утра. Фруктовый салат. Я прям пишу, как Алина написала, да? Половинка банана, половина яблока, киви, йогурт. Натуральный 200 грамм. Это у вас завтрак 6 до 8 утра. Вот такой. Завтрак с 8 до 9. То есть сначала мы позавтракали первый завтрак. Фрукты положили. Потом с 8 до 9. Омлет из двух яиц на кефире с помидорами и зеленью. Перекус в 10.30. Грейпфрут или апельсин. Обед 12-13.30. Гречка отварная 150 грамм. Котлета из куриного филе на пару. Салат из свежей капусты, моркови и зелени 250 грамм. Перекус в 15.00-16.30. Орешки миндаль 15-20 штук. Изюм вяленый 25 штук. Чай зеленый. Ужин в 18.30-20.00. Венегрет без картошки. Маш, пришли, мне, пожалуйста, сертификат. Венегрет без картошки с фасолью 250 грамм. Болгарский перец с зеленью. В 21.00 стебель сельдерея запить водой. Кофе, чай, компот. Компот не запивать. Прием и пища. В течение дня выпить 3 литра воды. Вот. Это я вам прислала, прислала, например. Например. Понимаете, вот. Я уже очень жду начала марафона. Это точно для меня необычный пинок. Я уже жду начала марафона. Это точно для меня. Да, классно, 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 классно. Маш, найдите эту штуку. Маш, почему я ее еще, скажи, не сижу. Так, девочки, задайте мне еще вопрос. Если без мяса для вегетарианцев, смотрите, мы говорили с Алиной про это. Можно без мяса, что делать? Без мяса вегетарианцам. Без мяса вегетарианцам. Вы можете менять мясо на любой пищевой белок. То есть соевый сыр. То есть у нас не будет меню для вегетарианцев, но мы будем с вами это обсуждать. Вы можете заменить на соевый сыр, на фасоль. Но вегетарианцы уже сами знают, чем можно кусок курицы заменить на что-то другое. Понимаете? Вегетарианцы сами знают, чем можно заменить. Так много есть, раз придется, можно меньше. Юля, подскажите, пожалуйста, как маме помочь не набирать вес? Очень люблю. Юля, подскажите, пожалуйста, как маме помочь не набирать вес? Очень любит покушать. Алло. Девочки, вы че? Пять минут до конца эфира. Маме, не надо помогать. Алло, вы где были? Алло. Так, девочки. Сейчас буду орать прям. Маме помогать ни хера не надо. Мама ваша большая, вы маленькая. Когда вы хотите помочь маме, вы становитесь больше нее. Че происходит? Вы не можете у нее ничего брать. Чтоб ты помогла маме, тебе надо сожрать мать. Не мать, а еды кучу. Чтоб типа больше нее стать. Корону поправили. Когда вы надеваете на себя корону и думаете, что вы можете маме помочь, эта корона потом вам вот так кровь пускает. Алло. Маме никто ничем не помогает. У вашей мамы есть мама. Она ей поможет. Ужас. У меня ощущение, что я все время про эту маму говорю. Алло. Пожалуйста, мама, папа, марафон вам в помощь. Матило к лету, марафон вам в помощь. Мы будем опять маму ставить на место. Девочки, бесплатный эфир есть на ютубе. Мама, папа называется. Пожалуйста, если у вас такие вопросы возникают, идите туда. Еще раз вам объясняю. Мама, заряд 400. Вы заряд 200. Когда вы хотите помочь маме, ваш заряд 200 сдохнет. Вы не можете никто своим родителям помочь. Вы маленький, мама большая. Вы берете, мама дает. Понимаете? Вот и все. И когда вы перестаете помогать маме, маме легче становится. Оставьте свою мать в покое. Не нужна ей ваша помощь. Прицепились к ней. Я запрещаю. Я Юля Хадарцева. Запрещаю. 113 человек на эфире. Девочки, алло, вытащите, блин, затычки из ушей. Снимите, блин, каску со своей головы. Услышьте, откройте уши. Внимание. Внимание. Я гребанно запрещаю помогать маме. Я запрещаю помогать маме. Я запрещаю помогать маме. Я запрещаю помогать маме. Алло, я не разрешаю помогать маме. Я расстановщик. Еще раз. Мама большая, вы маленькая. У мамы заряд 400. Вы хотите помочь маме, вы сдохли. Ваша задача убрать у мамы энергию. У мамы вашей энергии очень много. Ее на вас хватит. Нельзя быть мамой. Если вы хотите маме, будьте мамой. Вы напялили на себя гребанно корону. У вас коронавирус. Понимаете? Корона на голове. Этот гребаный коронавирус, вам мозги плавят. Я, короче, была добренькая. Последние пять минут надо меня вывезти. Сейчас эфир не сохранится. И сертификат не дали. Алло, девочки, сертификат не дали. В общем, можно помогать своим детям. Нужно помогать своим детям. Берете у матери, детям отдаете. Берете у матери, детям отдаете. А если вы берете, отдаете матери, вы детей туда отправляете, подставляете под свою мать. Блядь, Юлю понесло. Вот именно. Кто-то меня утром сглазил. Утром начали говорить. Написали на место Юля, бля. Вот довели. Ну что вы делаете? Вы у детей забираете, матери отдаёте. Надо брать у мамы, отдавать детям. Брать у мамы, отдавать детям. Брать у мамы, отдавать детям. Всё. 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 Сняли корону, убрали. Бога из себя вынули, убрали. Всё. Короче. Сертификат никто нигде мне не показал. Я хочу вам сказать так. В течение 24 часов для всех, кто был на эфире, у вас есть возможность с 30-ти процентной скидкой. Сейчас я в сторис выложу сертификат. С 30-ти процентной скидкой. Купить тело к лету только 24 часа. Я сейчас должна сохранить эфир, поэтому я его не показываю. Но в течение 24 часов вы можете купить марафон тело к лету с 30-ти процентной скидкой. Если вы это хотите, пишите в директ. Мы вам это всё дадим. Я сейчас ещё эту штуку выложу. Пока она будет висеть в сторис, вы можете это сделать. Пока сертификат будет висеть в сторис, вы можете это сделать. 24 часа у вас есть возможность купить марафон тело к лету с 30-ти процентной скидкой. Я вас очень прошу, приходите на марафон. Кто-то меня спросил, как помочь маме на марафон. блин маме марафон дарить нельзя грёбанно я запрещаю вам маме дарить подарки запрещаю вам маме давать продукты запрещала маме дарить марафоны себе купите марафоны придите поработайте с мамой пожалуйста всех очень люблю не забывайте ценить любить уважать себя я завершаю эфир сейчас возвращаюсь на эфир недалеко не уходить от будет розыгрыш попытка номер 10 у меня что меня вы вы это выкидывает так дорогие мои здравствуйте меня зовут юлия ходарцева и психолог расстановщик энерготерапевт только что провела эфир мы говорили про то какие у нас есть шаги к нашему здоровому красивому телу эфир я очень советую посмотреть соседнем эфире я хочу вам вот что сказать в течение 24 часов сегодня у вас будет у всех доступна возможность купить марафон только 24 часа у вас будет возможность купить марафон с 25 процентной скидку мне вот она вот такой вот тело клетту марафон смотрите по код speeds 25 вас будет возможность купить марафон 25 процентной скидкой ты будем действовать только 24 часа поэтому я всем вам советую это для тех кто еще не купила только 24 часа вы сможете это сделать просто покупать марафон и присоединяйтесь к нам он стартует 1 числа. Обязательно приобретайте марафон. Вот смотрите, у вас даже вот эта штучка есть у нас красиво. Видите, сделали это QR-код. QR-код называется модно. Вот так вот красивенько мы сделали вам для того, чтобы вы могли приобрести марафон тело-клетов. Так, на самом деле, что мы сегодня с вами встретились? На самом деле, мы что сегодня встретились? У нас сейчас с вами будет проходить розыгрыш, розыгрыш призов и подарков. Розыгрыш призов и подарков будет следующий. Я напомню, я опубликовала пост 2 дня назад, пост, который был посвящен нашему марафону тело-клета. И мы говорили о том, что наш энергетический ресурс зависит от того, как мы питаемся, как мы следим за своим телом. И я говорила о том, что вы отмечаете человека. Сейчас я вам прям покажу, покажу, покажу. Если есть какие-то вопросы, я могу еще, кстати, поотвечать. Сейчас я вам покажу этот пост. Вот он, этот пост. Смотрим. Что тут написано? По традиции я хочу вам сделать приятный сюрприз. Я подарю 3 комплекта марафона тело-клету. Один комплект участия в марафоне чакровая перезагрузка 17 марта. Один комплект участия в марафоне бесконечное богатство 8 апреля. Участие в любой тематической расстановке. И 10 участий в роли заместительства в расстановках. Важно понимать, что заместителем вы можете быть в расстановках, как в онлайне, так и в Москве. Или выбирайте любое. Так, что вам сказать? Тело к лету стартует 1 марта. И там будет все о теле. Один комплект участия в марафоне чакровая перезагрузка стартует 17 марта. Бесконечное богатство 8 апреля. Тематическая расстановка любая, какую вы захотите. И она у нас... Завтра, например, тематическая расстановка про бизнес. И 10 участий в роли заместителя. Значит, что мы делаем? Мы копируем. Я вам показываю, что я делаю. Копирую. Вот видите, копирую. Захожу на площадку вот сюда. И вставляю. Смотрим, вставить. Да, да, да. Я записалась. Если сейчас выиграешь солнце мое, то ты можешь подарить кому-нибудь свой приз-подарок. Вот, у нас 934 комментария, 1081 лайк. Видите, да? И сейчас мы будем разыгрывать. Что будем разыгрывать? Давайте решим. Сейчас мы будем разыгрывать три комплекта марафона тела к лету. Разыгрываем три комплекта марафона. Маш, ты тут? Маш, напиши мне плюсик. Маша будет проверять. Разыгрываем три комплекта марафона тела к лету. И так понеслась. Первый комплект марафона тела к лету получает... авторизация instagram нужно ёлка выман и все все да начали первый комплект марафона тела к лету получает и так поехали вадим привет вижу подключился так смотрите на будет долго грузить у нас 900 у нас там больше тысячи комментариев поэтому я пока с вами поговорю когда будет подходить тема к вопросу к вопросу к ответу мы с вами все решим значит что я хочу сказать марафон тело к лету стартует 1 марта я вас всех на него заложен еще раз вам покажу еще раз вам покажу промокод на него есть еще раз покажу вот он есть у нас промокод на него действует тело 25 в течение 24 часов у вас есть возможность купить этот марафон с 25 процентной скидкой если вы все еще думаете покупать не покупать я сейчас часовой эфир рассказывала про тело я говорила о том что у нас это будет не только про фитнес не только про здоровое питание это будет про психологические аспекты я буду работать с вашей психикой с вашим бессознательным с вашей родовой кармической историей и на самом деле правильно девушки говорят мы говорим идем сначала на тело к лету потом на чакровую перезагрузку что мы делаем сначала работаем с физическим нашим телом а потом с 17 марта мы стартуем энергетическое тело и очень классно идти в эти два марафона вместе это реально очень крутая перепрошивка не только физического тела до нашего на котором мы будем с вами работать на теле к лету но энергетического пространства которые мы будем в течение 14 дней перепрошивать на соответственно марафоне чакровая перезагрузка на этом сейчас я делаю розыгрыш то есть вы в течение двух дней писали комментарии отмечали своих друзей проходили в истории где вы хотите выиграть вот сейчас у нас тысяча с лишним комментариев мы сейчас разыгрываем призы и подарки там нужно было отметить друзей нужно было поставить лайк подписаться под мои два аккаунта и сделать репост в сторисе моего розыгрыша все кто сделал сейчас могут выиграть призы призы у нас три марафона тело к лету один марафон чакровая перезагрузка один мой легендарный марафон три восьмерки одно заместительство 10 заместительства в расстановках и одно заме и одна тематическая расстановка вы все это можете выиграть поэтому сейчас мы делаем розыгрыш разыгрываем разыгрываем 693 отработано можете пока мне позадавать какие-то вопросы пока сюда считается программа и я на них по отвечаю я на них по отвечаю вот смотрим до 762 из 936 смотрим 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 сейчас марафон сейчас разыгрываем марафон тело к лету первый марафон тело к лету один ждем-ждем-ждем светочка да я видела что ты ждешь 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 и так марафон тело к лету один победу выигрывает ту 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 тут у ту 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 дал дождь придет у тебя приходил и так тело клетку один выигрывает у ду тут у я же там певица до рубин взл 75 руби взл 70 57 едем дальше марафон тело к лету два выигрывает. Маш, проверяй пока. 34 и Рика. 34 и Рика. Я пока всех записываю. Если их не будет, Маш, тогда мы будем переигрывать. Марафон тела к лету 3 выигрывает. Гульнара 88. У Гульнара 100%. Гульнарочка, поздравляю тебя, моя любовь. Вот у Гульнара, видите, правильное окончание аккаунта. С таким аккаунтом грех не выиграть, да? Не было Руби, говорит Маша. Значит, Руби переигрываем. Марафон номер 3 выигрывает. Марафон тела... Ага, Ирины нет. Так, 2 переигрываем. Марафон тела к лету выигрывает. Малинка 13. Марафон тела к лету выигрывает. Людмила, Людмила. Маш, жду тебя. Гульнары тоже не вижу по списку. Ай, Гульнары нет, хорошо. Марафон тела к лету выигрывает. Ольга Гапова, 84. Оля, есть? Девочки, я буду отдавать марафоны в несколько рук. Если 2 человека выиграет, так. Малинка, да. Малинка, поздравляем. Первый победитель есть. Людмилу, проверяй. Ольгу Гапову, проверяй. Маш. Я буду марафоны отдавать тем людям, которые реально это сделали. То есть, если вы сделали 5 репостов программы, сейчас вас выдаст 5 раз, значит, вы получите 5 марафонов, подарите друзьям. Так, дальше. Марафон тела к лету выигрывает. Марико Лес Никова. Марико Лес. Так, подожди, Маша пишет. Ольгу не вижу, зачеркиваю. Марико Лес Никова, смотри. Марафон номер 3 выигрывает. Анзамабай. Я вот пишу всех, Маша, если что. Да, Ольгу брала. Анзамабай. Мария Колесникова, да. Мария Колесникова, поздравляю. Это 2 марафона разыграли. Первый, второй. Так, третий. Марафон Анзамабай. О, Фатима точно делала репост. Это, Фатима, выигрывает чакровый марафон. Да, скорее всего, сейчас я посмотрю. Мария Колесникова, да. Анзамабай, скажи мне. И Анзамы нет. Значит, Фатима выиграла. Фатима точно делала, я видела репост. Фатима, поздравляю, ты выиграла марафон тела к лету. По-моему, так. Сейчас, Фатима, проверю. Мне кажется, она была. Фатима, по-моему, была. Я видела ее репост. Да. Фатима, поздравляю. Три выигравших марафона тела к лету. Итак, Малинка, Морякова, Ника, Ника, как это так, и Фатима. Три человека, которые выиграли марафон тела к лету. Фатимочка, поздравляю. Так, поехали дальше. Марафон чакровая перезагрузка, который стартует 17 марта. Поехали. Побеждает Елена Мальцева, тату. Елена Мальцева, тату, проверяй. Запись эфира будет, да, Анечка. Ну, Анна, ты пока еще ничего не выиграла, прости. Леночка, поздравляю. Лена выиграла марафон чакровая перезагрузка, поздравляю. Итак, следующий марафон три восьмерки, который стартует 8 апреля. Новый поток марафона три восьмерки. Выигрывает Бадмаева, Бадмаева. Машуль, проверяй. Марафон бесконечное богатство. Пока сейчас Бадмаева, да. Поздравляю, Бадмаева выиграла марафон бесконечное богатство. Поздравляю. Следующий приз. Тематическая расстановка. Моя любая тематическая расстановка. Завтра расстановка бизнес в Москве. Тематическая расстановка выигрывает. Топ-топс один. Топ-топс один. Что такое тематическая расстановка? Смотрите, смотрите, у нас есть расстановки на закачках, есть тематические расстановки. Дома отрабатываем одну тему в общем поле. Это очень мощная история. И вот сегодня Леночка давала пример. у нас была тематическая расстановка лишний вес, и она после нее реально очень сильно похудела. На 3 килограмма, говорит, перестала хотеть сладкого. Тематическая расстановка, она работает на общий. Топ-топ, да, поздравляю. Топ-топ, выиграла любую тематическую расстановку на выбор. И у нас осталось 10 подарков заместителей. 10 подарков заместителей. Поехали. Заместитель номер один выигрывает Елена Жанзен. Мне кажется, Лена 100% делала этот репост. Проверь, Маш. Леночка, поздравляю. Заместителем приходишь либо на онлайн, либо в Москву. Ира Боброва. Дальше. 3. Ольга Чеба. Янцин. Прости, Лена, прости, забыла. Я это, ну, просто, видишь, я читаю, как читаю. По-английски читаю, как могу. Леночка, я тебя люблю. Леночка Янцин. Леночка Янцин. Ну, я его как могу так читаю. Ну, что ты бежать, я знаю, но я вижу твою фамилию. Вы же у меня с Фатимой, у меня обе эти, собрались. Так, заместительство номер 3. Маш, проверяй. Ольга Чеба. Ольга Чеба. Девочки, я не, ну, как бы читаю, как могу. Ира Боброва, да. А Елена, а, Лена, да, да. Ольга Чеба, 3. Едем дальше. Наталья Голикова, оберег. Наташенька выиграла заместительство в расстановке, 4. Едем дальше. Ольга Чеба нету. Так, четвертого разыгрываем. Анна Бричко. Ольга Чеба нет. Анна Бричко. Летич, Летишевская, 16, 19, 69. Девочки, если я неправильно произношу ваши аккаунты, простите меня, как могу, так и читаю. Летичкова, Летичевская. Машуль, успеваешь, значит, у нас. Ура, Ольга Чеба нет. Наташа точно есть. Значит, Лена есть. Сейчас я буду с их. Ира есть. Наташа есть. Аня нет. Летичикова, вот это вот. Проверяем, Ашуль. Ага, дальше едем. Мисс Ель Принцесс. Анна Бричко. Аня, сказали, тебя нету, Ань. Ань, смотри, ты пишешь, я выиграла, а Маша пишет, что ты не делала сториз. Ты не делала репост сториза, значит, Анют. У нас обязательно было условие, чтобы ты репост в сториз сделала. Летичевская, да. Что вы Летичевская, Маш? Летичевская есть. Летичевская, поздравляем. То есть, раз, два, три, четыре. Разыгрываем пятый. Анна Бричко, напиши, если ты делала сториз, покажи его. Мы не видели его. Красотка в законе 21. Красотка в законе 21 выиграла. Мисс Ель Принцесс 07. Или она была? Маш, напиши, там Мисс Ель Принцесс была, может, я не записала, конечно. Красотка в законе наверху, внизу Мисс Ель Принцесс, видишь? Красотка в законе есть, ура! Четыре, 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 пять. Еще пять разыгрываем. Шесть. Ага. А тут они обе выиграли, да? Просто Мисс Ель Принцесс, я не вытягивала ее, по-моему, Маш, или вытягивала. Кулкачева Галина. Кулкачева Галина, наверное. Галиночка есть? галина до 1 2 3 4 5 6 галина 6 едем дальше 7 кизилова official дальше 8 снежин 9 узковала на узко девочки я может быть неправильно читаю простите меня пожалуйста как могу так читаю 9 и 10 пока лесенка величка 88 лусенко вот поделал стенка лусенко девочка могу так читала простить у него три восьмерки наверняка она выиграла и так что пишет маша галина до дальше маша кизилова да еще два скажи снежана да и вот это вот последний скажи 10 все ура всех разыграли слава богу молодцы на заместитель как-то все быстренько 1 1 1 1 1 1 1 так я всех поздравляю всех люблю друг друга можно отмечать почему наоборот нужно отмечать просто важно тут кто выпал выпадает что кто отметил дорогие мои люблю целую люблю целую бесконечно для тех кто не выиграл я еще раз 24 часа вам доступно тело к лету сейчас повесим в stories и в 24 часа вы можете приобрести тело к лету по скидке так что давайте можете приобретать всех бесконечно люблю удачи обнимаю